Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы читаем книгу Судей, вторую главу, в переводе российского библейского общества. Книга Судей — это седьмая книга Библии, священного Писания. Эта книга повествует о особом периоде, очень непростом периоде в жизни еврейского народа. После того, как евреи вошли в землю обетованную, начался этот период, и закончился этот очень неспокойный период с установлением царства, когда первый царь, Израилев Саул, был помазан на царство. И вот вторая глава продолжает рассказывать о событиях, которые происходили в этом очень неспокойном, очень бурном, очень тревожном, часто трагическом время. Ангел Господень пришел из Гелгала в Бахим. И он сказал, «Я вывел вас из Египта. Я привел в ту страну, которую клятво обещал вашим предкам. Я сказал, я никогда не расторгну своего договора с вами. А вы не заключаете договоров с жителями этой страны. Разрушите их жертвенники. Но вы меня не послушались. Как могли вы так поступить? Вот я решил, что не буду изгонять местные народы прочь от вас. Эти народы станут для вас ловушкой, а их боги будут для вас западней». И когда Ангел Господень сказал это израильтянам, весь народ громко заплакал. Поэтому это место и назвали Бухим. Там израильтяне принесли жертву Господу. Вот с такого рассказа начинается вторая глава Книги Судей. Ангел Божий явился и объяснил, почему Израиль оказался в таком окружении враждебных народов. Потому что не послушались Бога. Потому что стали чтить языческих богов. Уклоняться от веры выстанного Бога. Вместо того, чтобы разрушить все языческие жертвенники, как повелел Бог израильтянам, входящим в эту святую землю, они очень заинтересованно наблюдали за тем, как совершаются языческие богослужения. И часто примыкали к тем, кто... На всякий случай примыкали к тем, кто чтил языческих богов. И вот здесь Господь через Ангела говорит, что за это я даю вам претерпеть многие испытания. Эти народы будут для вас ловушкой. Их боги будут для вас западней. И действительно, вот период книги Судей — это очень сложный, очень тяжелый период. Полный лишений, поражений военных, предательства, раздробленности, разобщенности. И вот народ, услышав эти слова Ангела Божия, заплакал. Что это за Ангел? Ну, мы точно не знаем, но знаем, что само слово Ангел означает вестник. То есть, кого-то Господь послал с вестью. Кто это был? Или пророк, или священник, или действительно особое телесное существо, Ангел Божий. Это мы точно не знаем. Но вот кто-то принес весть от Бога. Вот эту, что поскольку вы не соблюли завет, поскольку вы не исполнили заповеди закона, который я вам дал, то я отдаю вам вас в руки врагов. Они будут населять землю вокруг вас. После того, как Иисус отпустил народ, израильтяне разошлись по своим наделам. Эта земля стала их владением. Во времена Иисуса и во времена переживавших его старейшин, которые видели, какие великие дела совершил Господь для Израиля, народ верно служил Господу. Иисус кто это? Это Иисус Новин, преемник Моисея, тот, который ввел народ в землю Израилева. Вот он уже весьма преклонных лет. Пока он жив, народ служит Богу. Но после его смерти народ уклоняется от веры в истинного Бога. Все то поколение, поколение Иисуса Новина, все то поколение отошло к предкам. На смену ему пришло новое поколение. Люди, которые не знали Господа, не знали, что сделал Господь для Израиля. И начали израильтяне творить дела, ненавистные Господу, стали служить Ваагам. Оставили они Господа Бога, отцов своих, который вывел их из Египта. И стали служить и поклоняться другим богам, богам сокрестных народов. Всем этим они вызвали гнев Господа. Они оставили Господа и стали служить Ваагу и Астарте. Вот такая печальная реальность. Как только трагедия жизни в пустыне отступила, как только началась обычная бытовая жизнь, народ сразу забыл истинного Бога, того, кто вывел их из Египта. Все чудеса, которые происходили. Умерло старшее поколение. Пришло новое, молодое поколение, те, которые не знали, как каково было в египетском рабстве. Те, которые не знали, как произошло, что народ вышел из Египта. Как Бог сам вел этот народ по пустыне. И вот это новое поколение легко и просто уклонялось во идолопоклонство. Служат Ваагу, служат Астарте. Это страшные, в кавычках, божества, которым поклонялись многие окрестные народы. И Господь разгневался на израильтян, отдал их в руки пресеснителей, и те притесняли их. Он отдал их в руки врагов, живших у крест, и уже не могли израильтяне дать им отпор. Всякий раз, когда израильтяне выходили на битву, Господь посылал им неудачу, как Он предупреждал их, как огрозил им, как оклялся. Плохо было израильтянам. Вот в связи с этим предательством, в связи с постоянным отступлением, Господь временно тоже отступился от Своего народа. И они терпят поражение за поражением, неудачу за неудачей. Господь давал им вождей, которые избавляли израильтян от притеснителей, но и вождей своих израильтян не слушали. Блудили с другими богами, поклонялись им, быстро свернули они с того пути, по которому шли их отцы. Отцы соблюдали повеление Господа, а они перестали. Кто эти вожди, которых Господь дал израильтянам для вразумления, для опоры? Это и есть те самые судьи Израилева. Слово «судья» переводится так же, как и «вождь». Когда Господь посылал им вождя, он сам был совсем вождем. Пока вождь был жив, Господь избавлял израильтян от врагов. Слышав, как стонуты израильтяне под игом угнетателей и притеснителей, Господь оставлял свой гнев. Но лишь только вождь умирал, израильтяне вновь принимались за прежние, поступали еще хуже, чем их отцы. «Почитали других богов, служили им и поклонялись, продолжали они творить злые дела, упрямо шли к тому же пути». И Господь раздневался на них. Он сказал, «Раз этот народ меня не слушает, раз они нарушают договор, который я заповедовал соблюдать их предкам, не уберу я прочь ни один из тех народов, что остались здесь после смерти Иисуса». Эти народы были нужны, чтобы испытать Израиль, готовы ли израильтяне верно следовать по пути Господа, как шли их отцы. И Господь оставил в стране несколько местных народов, не стал сразу отбирать у них землю и не отдал их в руки Иисуса. Вот на этом заканчивается вторая глава книги Судей. Израильтяне отступают от Бога, и Господь в наказание для вразумления их оставляет жить вокруг Израиля языческие народы, которые ежедневно досаждают Израилю, ежедневно досаждают тем евреям, которые хотели бы мирной, спокойной и безмятежной жизни. Невозможно это, потому что сильнейшие народы живут вокруг, и постоянно, постоянно бывают телены военные сроковения. И это является следствием от того отступничества, того предательства, которое по отношению к Богу совершали жители Израиля, вот это новое поколение. Мы читали вторую главу книги Судей Израилевых в переводе российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok